Ну что, друзья, пришла зима, на улице идет снег, а у нас идет Федери Влог. Мне не нравится слово алкоголь. Все это для вас! Собачка-единорог. Деньги придут. Президент, премьер, у них куча денег в валюте. Он что, не верит в государство, которое он управляет? Меня начинает бояться. Мы сделали 50 миллионов. Ого, ага. Как же я завидую жителям Алматы. Ты просыпаешься, фу, горы. При поддержке наших друзей из Mercedes-Benz, Turkish Airlines, Hennessy и Panasonic состоялся грандиозный ивент Brandfather. Если тебя там не было, я покажу пару минут. Если у вас есть возможность на длинные перелеты, которые длятся больше 4 часов, использовать бизнес, используйте. Это не вопрос понтов, это не вопрос пафоса, это вопрос элементарного базового удобства. Кроме того, это вопрос про личное пространство, потому что здесь нет соседа. Каждый сидит в своей такой ячеечке, у каждого свой маленький мирок, подсвеченный. Представьте себе 10 лет назад, что кто-то сказал, что инструкцию по безопасности будет читать розовая лего собачка единорог. Но это работает. Вы, не знаю, с сестрой решили открыть кофейню. Вы накопили, не знаю, 10 тысяч долларов, и вы открыли кофейню, маленькую. Там одна кофемашина, даже не машина, кофе-мотоцикл. Вы открыли двери, к вам зашел первый клиент, и он заказал капучино. Внимание, вопрос, как будет обслужено этот клиент? Ему сделают капучино, возможно, он будет бесплатно. Ему рядом сделают какой-то бискотти, какую-то маленькую печеньку. Человек точно уйдет счастливо. Проходит 4 года, вы открыли 44 кофейни. В 38-й заболел бариста. В 22-й, ***, извините, пожалуйста. Кофе-машину. Вы не успеваете, у вас пробки. Вы заходите в свою кофейню для того, чтобы, не знаю, забрать кассу или что-то сделать. К вам подходит клиент и говорит, вы знаете, а капучино уже не тот. Вкус изменился, вы знаете. И в этот момент, единственное, что вы хотите ему сказать, не нравится вкус, вот станция метро, туда, да? Потому что это ваш бизнес, потому что вы уже замотались. Но на самом деле ничего не поменялось. Для меня маркетинг, брендинг – это всегда взаимоотношения всего двух человек. Владельца бизнеса и одного единственного представителя целевой аудитории. Мы отправляемся в гости к главным алкоголикам города Киев. Я с удовольствием вам хочу представить Владимир Шаповалов, основатель. Со-основатель. Со-основатель. Компания Бюровин, которая 10 лет назад открыли магазин с рекламной компанией. 1200 квадратных метров вина. По сути, магазин делится на две части. Вино и крепкое. Мне не нравится слово «алкоголь». Оно какое-то непозитивное. Вторая часть – это продукты питания. Ну и в центре кафе, рестораны. А, ну и флористика на входе. Очень красиво. Почему флористика? Ответ простой – эмоциональная составляющая. То есть люди заходят, видят цветы. Это определенный посыл. То есть в входе чуть-чуть поднимается настроение. Мы собрали определенный срез покупателя. То есть люди, которые приезжали с другого конца Киева. По факту, многим из них было не все равно, что они съедят. Мы себе могли позволить, в отличие от любого супермаркета, продавать только то, что нам нравится. Мы себе могли позволить продавать яйца тогда, когда они есть. Нет яиц – мы их не продаем. Ни один супермаркет себе такого позволить не может. Мы состоялись на ассортименте вина и Крепкого. И в продуктах мы могли себе позволить избранным. Вот поставить одну позицию. Да, сегодня она есть, завтра нет. Ну, сори. Ну, вот мы не поставим другой продукт в этом плане. Насколько я помню, в алкогольном ассортименте вы тоже были очень избирательны. Когда мы сортовали 11 лет назад, очень большую долю делали позиции Маркома. Это была очень большая дистрибуционная и алкогольная компания, которая работала на рынке, по-моему, чуть ли не с самого его начала. Чуть ли не монополистом. Они владели практически 90% всех топовых брендов. У них был эксклюзив на этот. Хотя никто не мог предположить, что компания... Фактически сейчас они ушли с рынка, да, насколько я понимаю? По сути, да. То есть, фактически их уже не существует. Так сложилось, что что-то там у нас в отношениях не пошло, и Марком в какой-то момент просто прекратил нам отгрузки. Мартини, Асти здесь нет? Наверное, нет, да. Ну, Майота, Майота такие нет, да. И Хенеси такие нет. Это тоже есть некая альтернатива. То есть, то, что у вас нету мейнстрим продуктов, вас тоже частично позиционирует? Да. Изначально, 10 лет назад, первых клиентов в Woodwine привел выбор? Выбор и цена. Люди понимали, что реально у нас в два раза дешевле. То есть, мы просто меняли рынок, и мы росли как снежный ком. Ребята рассказывали о реальном случае, когда им друзья передавали из Италии вино несколько лет, какое-то редкое, за какие-то деньги. Когда они пришли и увидели, что это вино у нас дешевле на полке, чем им друзья передавали из Италии, ну, вот для них это показатель. Сколько это продлилось? В течение года, наверное, мы уже отказались от жесткого демпинга. Изначально мы не думали о такой большой доле прямого импорта. Когда мы пришли на рынок и пошли к одному импортеру, ко второму, к третьему, никто не хотел ломать рынок. Никто нам не хотел давать скидок. Мы говорили, вот большой магазин, идея дать справедливую цену. Все говорили, нет, нет, нет. Я их понимаю, мы сейчас такие же. Если мы будем недостаточно агрессивны и голодны, кто-то сделает с нами то, что когда-то мы сделали с другими. Кто-то придет голодный, которому нечего терять и будет делать смелые вещи. А нам есть что терять. Философски это плата за любое владение. То есть все, чем ты владеешь, с одной стороны, вроде бы тебе это дает свободу, на самом деле, с другой стороны, это забирает у тебя какую-то свободу. Сколько вы вложили стартовый инвестиционный капитал? Восемь миллионов долларов. Восемь миллионов долларов. Да. Если сейчас пришел бы человек, который сказал, окей, я хочу купить всю компанию, какая была бы цена? Реальная рыночная стоимость могла бы быть и 100 миллионов тех же долларов, но мы не продадим ни за 100, ни за 200. 300 ребят. Мы не продаем. На сию секунду, если предприниматель, компания входили бы в рынок, у них было бы сейчас 8 или 10 миллионов долларов. Сейчас, по прошествии 10 лет, ваш успех можно было бы повторить? В этом бизнесе уже нет. Если конкурировать, допустим, с нами, то это совершенно другой уже уровень инвестиций. После нас же многие пробовали, они говорили, о, ну вот, мы же тоже так можем, давайте сделаем. Но не получалось. Это стоит из миллиона-миллиона кирпичиков, то есть внешне, которые можно не замечать, не чувствовать, не понимать, но они есть. Мы уже лет 7 каждый год ездим в Бургундию, выстраиваем отношения с производителями. Бургундия – это такой регион, где ты придешь к топовым, не знаю, 50 производителям, из них тебе никто не продаст вину. У них все расписано, у них очередь. Сколько бы ты там ни крутил деньгами, они тебе не продадут вину. И вот для того, чтобы с ними заработать, это вот надо ездить, надо какое-то чудо должно произойти. Таких примеров у нас много. Мы просто встретили чувака, который ехал на велосипеде, известный винодел, очень крутая компания. Невозможно к нему достучаться, невозможно. Визитов нет. Просто встретили, просто зацепились, начали говорить. Дима начал специально французский учить. Вот зацепились, и, глядишь, через два года нам дали 36 бутылок. Два раза. Эти вина на полку, кстати, не попадают. Их забирают. Они не попадают. Три главные ценности Goodwine. Мы продаем продукты, которые едим сами и даем своим детям. Мы честны. И мы ищем баланс между интересами компании, сотрудников и общества. Что такое интересы общества? Налоги. У нас по факту, так как мы приличный импортер, больше 20% от оборота идет, мы платим налогов. То есть у нас в этом году 3 миллиарда оборота гривен, вот 600 миллионов заплатим. Налоги у нас чуть больше, чем 600 человек работает. Мясо миллионов 70 в год продается. Вот это витрина. Еще раз. Два. Три. Есть пять принципов. Мы несем ответственность за выполнение этих пяти принципов, которые сами определили всех абсолютно производителей. Это непросто. Есть примеры, когда известные даже органические производители специально под нас выращивают племя. Или, например, в отделе гастрономии есть примеры, когда под нас мы разрабатываем совместно с производителем украинским рецепт колбасы без нитритов натрия. Производитель не может на сегодняшний день это продавать на рынке. Рынок этого не требует. А мы требуем, и у нас есть покупатели, которые это ценят. Ты лично как к этому пришел? Я верю в то, что у человека огромные ресурсы. Важно все-таки гармонировать с природой. Важно не увлекаться химией. Не знаю откуда. Ну вот верю и все. Я, не знаю, элементарно не использую хлорку в бассейне, в доме. Не использую химикаты. Не родит яблоня, ну значит так и будет. Скажи, пожалуйста, какое будущее Гудвайна? Мы не планируем никуда уезжать. Гудвайн будет, мы не планируем его клонировать. Но здесь нет предела совершенства. Хорошо, если у тебя была бы сейчас в кармане одна тысяча гривен, и ты хотел бы выбрать одну бутылку вина. Белое и красное? Давай красное. Ну вот 969, если берешь, вот Мишель гонил, вон на тот случай, когда ты приедешь к нему, и вина тебе не продадут. С большой вероятностью нет. Скажи, я могу повести себя как вымогатель и попросить эту бутылку за лучший вопрос к этому видео? Конечно. Всем привет. Сегодня пришел час назвать победителя, который получит проживание в комнате Wonderful Room. За самый лучший вопрос к видео-влогу Андрея Федорова. Итак, один вопрос просто сразил меня. Было очень трогательным, классным и прямолинейным. Я живу возле Бурсы, в смысле ВПТУ, в 10 метрах от моего дома. Родители полжизни проработали в Бурсе, бегаю на следные бурсы, хожу на турники в Бурсу. Вопрос. Как вы считаете, я должен прожить один день в вашей Бурсе? Юрий Ронин. Я считаю, что вы должны прожить одну ночь в Бурсе. Юрий Ронин. Лучший вопрос к видео про Бурсу. Спасибо. Пока. Гудвайн. За эти 10 лет изменил тебя как личность? Конечно. Я не знаю, насколько это с Гудвайном связано или просто с возрастом. Я более философски сейчас отношусь к тому, что происходит. Я не гоню коней. Давай, давай, давай. Я понимаю, что важен баланс, важно получать удовольствие здесь и сейчас. Есть путь, который позволяет достигать амбициозных целей, с одной стороны. С другой стороны, получаю удовольствие в процессе. Может быть, в прошлой жизни я относился больше как к борьбе. Это война, это борьба. Сегодня отношусь как к творению. Это рубрика «Интимный разговор». Интимный разговор с Андреем Федоровым. Интимный разговор. Вопрос. Как молодому человеку с амбициями, идеями, без связи и знакомств выйти на инвесторов? Искать ли их в Украине или все же лучше за рубежом? Во-первых, я бы задал себе первый вопрос. А нужны ли вам инвесторы? Если вы можете сделать бизнес без них, делайте его без них. Вы должны определить свою жизненную стратегию. Откуда у вас возьмутся инвестиции на ваш первый бизнес? Возможно, сейчас еще не время им заниматься, если у вас нет ни связей, ни денег, ничего. Возможно, вам нужно научиться. Чтобы привлечь инвестора, вам нужно для начала поставить себя на место инвестора. Захотели ли бы вы дать деньги молодому человеку без опыта, без связи, без ничего, просто с какой-то идеей? Потому что есть вопрос, это будут потерянные деньги, он будет учиться впервые сделать хоть что-то на ваших деньгах? Или это человек, у которого точно получится, ему просто чуть-чуть не хватает? Для того, чтобы добиться вот этого вот ощущения, точно получится, вам нужно сначала что-то сделать без денег. Как наемному сотруднику, маленькому предпринимателю, социальному предпринимателю. Вы должны уже прийти к инвестору в состоянии, когда вам хочется дать деньги. Мне очень нравится выражение, что банки больше всего хотят дать деньги тем, кому они не нужны. Вот вы должны выглядеть таким человеком. Потому что если вам вот так нужны деньги, и вы без этих денег ничего не сможете, то это будет очень сильно настораживать. Поэтому не надо фальшстартовать. Нужно прийти к инвестору в той точке своей жизни, когда вы к этому готовы. Возможно, вам не дают деньги не потому, что эти инвесторы плохие, или они вас не знают. Возможно, просто еще не время. Возможно, просто еще не готовы вы. Просто ответьте себе честно на этот вопрос. Как только вы будете готовы, деньги придут. Может показаться, что это звучит как, не знаю, эзотерический бред, но это действительно так. Я верю в то, что мысли материальные. И что все ограничения у нас в головах. Внешний мир, он влияет на нас. Он влияет тем, что он вот тянет в свою сторону. Если ты не будешь поднимать голову, не будешь мечтать, то незаметно это тебя затянет, и ты будешь в потоке. Какая твоя сейчас мечта? Участвовать, не строить, участвовать в строительстве, самодостаточной компании, или даже группы компаний, где люди получают удовольствие от этой жизни, приходят на работу не потому, что надо прокормить семью, а потому, что они творят, у них все хорошо. Сейчас какая самая низкая зарплата в Гудване? Я думаю, тысяч пятнадцать, если про базовую. Среднее в магазине то ли 30, то ли больше. Для меня это важно. Не умом важно, а сердцем. Я понимал, что я хочу, чтобы мы построили бизнес, в котором будет достойная базовая зарплата. С одной стороны, это непросто, но с другой стороны, это не невозможно. У нас есть подразделения, в которых средняя зарплата 130 тысяч. Пока не начнешь с удовольствием тратить деньги, делиться ими, то и проблемы будут с дебетом, с приходом. То есть я поймался на мысли, что я трачу деньги с удовольствием. Именно трачу, не покупая себе что-то, я скорее про трату, когда я их запускаю в оборот. То есть ты имеешь в виду, что физические удовольствия не от того, что у вас пришли деньги, а от того, что благодаря этому ты можешь их куда-то... Да, да. Меня напрягает, когда у меня деньги на кальчике, меня начинает это мулить. Какие-то мне, вот я вот ловлюся на мысли, что оптом, что-то кому-то оплатил, и такой, о, хорошо. Понимание, что ты запускаешь колесо. То есть ты не останавливаешь движение денежное, а оно через тебя идет дальше, и потом тебе же и возвращается. Вот бахнул кризис, денег же меньше не стало. Все временно придержали деньги. О, кризис, я, пожалуй, подержу деньги. Во время всех кризисов, которые были, и курсы там в разы обваливались, я получал физическое удовольствие от того, что я помогаю государству тем, что держу гривну на счете. Я в шоке от того, что президент, премьер, у них куча денег в валюте. Для меня это все равно, что все у Кока-Колы будут покупать акции Попси-Кола. Как они могут деньги в валюте держать, в основные свои? Он что, не верит государству, которому он управляет? Я на своем частном уровне, я держу деньги в гривне, и у меня мысли не приходят их перевести в доллары, когда стране и гривне тяжело. Я это делаю, потому что мне так внутренне хочется, но умом я понимаю, что здесь есть рациональность. А что в этом рациональность? Работает простой принцип Вселенной, я в них верю. Один из них – отдавая, получаешь. Скажи, пожалуйста, какие еще принципы для тебя являются фундаментальными, на основании которых ты строишь свою жизнь? Подобное притягивает подобное. Когда-то достаточно часто делал замечания, я в какой-то момент обратил внимание, что люди просто меня начинают бояться. Я прохожу, они меня увидели, раз, разбежались, рассыпнули, имитируют. Я себе задал вопрос, чувак, ты хочешь вот такого отношения к тебе? Я начал просто больше улыбаться. Я очень быстро обратил внимание, что мне люди улыбаются в ответ. Если бы сейчас у тебя в кармане было бы, например, 100 тысяч долларов, не было бы Гудвайна, не было бы, и тебе было бы, не знаю, 30. Как бы ты думал о том, куда эти деньги вложить? У меня какое отношение? Ты четко сформулируешь, что ты хочешь, заяви об этом вселенной и будь. Делай, делай что-то, но будь внимательней, не упирайся вот рогом и воспринимай те подсказки, которые тебе жизнь дает. Мы вдвоем с Димой, когда 12 лет назад думали, ну хорошо, магазин, окей, да. Хорошо. Сколько он должен продавать? Миллион долларов нормально. Мы такие, не, миллион чуть не то, маловато в год. В год? Да, миллион маловато. 10 миллионов нормально? Ну 10 нормально, да. 22 декабря мы начали торговать. Весь восьмой год мы проработали полностью. Мы сделали 50 миллионов гривен в 6 часов вечера 31 декабря. Вот и материализация. У нас как бы как вело к этому месту. Мы до этого, два магазина соскочили, два места. В одном месте мы ударили по рукам, мы везли предоплату за даток. Мы приехали, нам сказали, ссори, вот перед 20 часов назад мы такие приняли за даток и других. Для первого Goodwiner? Для первого Goodwiner. Второе место на Подоле. Договорились, все, ударили по рукам собственниками. Пришли там уже подписывать договор. А они говорят, ну вы же как бы нам годовую аренду принесли в Кеши. Ну мы соскочили, естественно, с этого места. Ну судьба вела, да. И это еще не все, я этим могу рассказывать. Я накануне, у меня жизнь свела с одним парнем, с которым я встречался всего несколько раз. И я ему рассказывал историю, мы с ним как бы обсуждали. И он мне говорит, вам это место на Подоле, говорит, не надо, оно не ваше. Это был 2007 год. Знаешь, говорит, какое ваше место? Я говорю, какое. Он говорит, есть Киянка, говорит, совершенно беспонтовый мебельный магазин. Вам нужно в Киянку. Я говорю, ты что, с ума сошел? Говорит, ты видел, говорю, какие там объемы? Ты представляешь, сколько инвестиций у нас, денег столько нет. А у вас уже был магазин? Нет, ничего не было. Ничего не было. Это было вечером. Утром, на ужине, я прихожу в офис. Парень, который у нас занимался поиском магазина, говорит, есть 1200 метров намечника. Я говорю, наверное, вот эти коридоры, говорю, там всякие, там комнатки, там не open space. Он говорит, нет open space. Я говорю, где намечника open space, говорю, 1200 метров в пятне, говорю. Наверное, этаж какой-то, там подвал. Там нет, говорит, где-то намечника. Я говорю, давай, давай смотреть. Я не знаю, где там место. Оказывается, да. Только на следующее утро, вот иди после этого, говори, что случайностей не бывает. Вечером мне парень, с которым я встречался в своей жизни пять раз, говорит, тебе не нужен подвал, тебе, вам нужна Мечникова, вам нужна океанка. А на следующее утро, вот так вот, все, вот уже, понимаешь, вселенная уже обставляла с разных сторон, уже подстраховывалась, подготовила меня накануне. Куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем на Тетропак. Про Тетропак есть отдельная история. Когда мы искали место для Гудвайна, брокер меня привел, показал. За Тетропаком есть один цех, который раньше, кстати, Тетропаку принадлежал. Он продавался, там что-то тысяча с чем-то метров. Он продавался, я вот приехал, смотрю на него, там 2 миллиона, по-моему, за него командовали, и я что-то смотрю, меня не зажигает, а за спиной у меня Тетропак. Это было больше 12 лет назад. И я такой говорю, елки, вот это хорошее место Тетропаку, вот сюда бы, но не в этой жизни. И вот через 11 лет мы такие ездим на Тетропак, и он такие уже принадлежит нам. Вы купили его? Мы купили его. Сколько там площадь? От 3 до 4 гектар. Ну и нам интересна наша площадка, где мы можем начинать творить. Ого! Ого! Ага! Здесь все будет, вот, все будут места про еду. Это не Ошен Плаза. Это место, где определенному срезу людей, в том числе и молодежи, будет комфортно. Они будут проводить с удовольствием здесь время, они будут привозить сюда, там, в числе первых мест, привозить сюда гостей, там, города. И мы надеемся какой-то тон задать, чтобы через 20 лет это место, вот, весь этот промышленный район преобразился. Музыка. Музыка. Когда вы хотите открыть? А какой-то бизнес мы хотим начать делать уже в следующую осень. Продажа тех же овощей фреша, мелко оптовая. Есть желание сделать это место уникальным, и, грубо говоря, я готов, там, свои 10 лет жизни, там, на это потратить. Это не позитивно звучит, но, вот, вложить. Вложить, да. Хочу напомнить нашей рубрике «Полминуты рекламы». Мы абсолютно бесплатно готовы размещать ролики малого-среднего бизнеса, если они нам нравятся, и если этот бизнес действительно малый и средний. Но мы столкнулись с проблемой, что многие, кто присылает нам эти ролики, не покупают права на музыку. Мы не сможем это размещать. Пожалуйста, или присылайте музыку, права на которую уже очищены, и подкрепите эти документы, или мы будем вынуждены вам отказать, каким бы классным ни был ваш ролик. Уважайте чужие авторские права. Пост о продаже котят, пост о глобализации стран, пост о погоде, пост с фото от детей соседки, пост о новом голливудском фильме, пост со смыслом и без него, пост о неразделенной любви подруги, пост с чекином из Сингапура, пост от блогера, пост с рецензией на книгу, пост от писателя этой книги, рекламный пост. Книжный червя Осторожно, двери открываются! Это рубрика Книжный червь, и сегодня мы даем обзор сразу на две книги, которые на самом деле являются одной книгой. Почему? Узнаете в конце червя. Это ужасно сложная книжка. Книга Фредерика Лалу является достаточно фундаментальным трудом в области современного менеджмента. Потребителю вообще не нужны уникальные бренды. Потребителю нужны уникальные продукты, которые круто брендированы. И таким продуктом точно так же становится менеджмент. Таким новым уникальным продуктом точно так же становится компания. И он разделяет организации по цвету, в зависимости от того, каким образом эти организации управляются. Первый тип это знаменитые красные организации. Это группа товарищей, у которых есть очень сильный лидер, который принимает все ключевые решения. Это меняет курс и развитие этой организации. Именно таким образом управляются уличные банды, и таким образом управляется гигантское количество постсоветских компаний. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. В этих компаниях существует культ личности, целая стада вот таких вот клаперов, которые говорят, боже, как же это гениально, как же это круто. В этих организациях прекрасно уживаются безропотные посредственности, которые создают вокруг своего лидера иллюзию его гениальности. Иногда нужны случайные, неожиданные вознаграждения, случайные наказания, когда он соблаговолил кого-то уволить. Это свидетельство первобытности мышления. Если компания, если организация хочет идти вперед, ей неотвратимо обязательно нужно переходить на новый уровень. Второй уровень это так называемые янтарные организации, которые больше всего похожи на армию. Это система, это иерархия, где доминантой является выполнение правил, которые четко заданы в системе. За что мы награждаем, за что мы будем наказывать. Премия. Вот ты можешь сам рассчитать свою премию. За это мы тебе дадим 10%, а за это 15%. Это однозначная трактовка, по которой работает католическая церковь, армия, по которой работает очень большая часть государственных учреждений. Это машина. И в принципе мечтой большого количества руководителей было именно создание машины. Когда он издал приказ, когда он зафиксировал правила, дальше отдал, а система работает. Но очень часто вот эта вот ориентация на процесс, она убивает инициативу, убивает личность. В принципе, если идти чуть-чуть дальше и вокруг вот этой вот армии янтарной создать немного HR, попробовать создать немного культуры, то появляется современная классическая корпорация, да, в которой с одной стороны есть вещи твердые, такие как процессы, механизмы, фундаментальные алгоритмы, но при этом они очень хорошо смазаны. Ничто человеческое такой нормальной организации не чуждо. Мечта многих моих клиентов заканчивается и ограничивается именно этим уровнем. И именно на этом уровне работает процентов 80, может быть 90 успешного международного современного бизнеса. Но автор говорит о том, что это не предел и знакомит нас с так называемым четвертым бирюзовым уровнем организации, которые говорят следующее, что вы знаете, а может быть нам и не нужен алгоритм, а может быть если мы сможем создать питательную среду, которая будет достаточно прозрачной и достаточно понятной для того, чтобы люди самостоятельно принимали решения по всем ключевым вопросам, то тогда наступит такой всеобъемлющий коммунизм, абсолютный рай на земле и все будет чики-пики. Потому что люди разумные, люди обо всем сами договорятся, а если не договорятся, то они уволят тех, с кем им не хочется работать и придут тех, с кем хочется работать. И система сама самоотрегулируется. И вот все эти дискурсы и дискуссии, которые ведутся сейчас в менеджменте среди многих профессоров, а не иллюзия ли это? Не является ли эта бирюзовая организация просто фикцией, попыткой заменить истинное лидерство, потому что без настоящего лидера, который готов иногда драться за свое решение, а может ли оно взлететь? А другие говорят о том, что подождите, 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 но ведь есть современный мир, в котором эту роль настоящего лидера могут взять на себя системы автоматизации. Мир действительно может быть более толерантным. Мы должны дать людям возможность принимать решения, даже если они работают на самой маленькой, самой нижней ступени организации. И после этого вот целая книжка, больше 400 страниц, автор пытается рассказать, как это работает. Я ее с трудом прочитал. Оказывается, не только я прочитал ее с трудом. Автор издает точно такую же книжку, но это издание больше похоже на книжку для детей. Для меня вот именно это является интересным примером современного мира. Для того, чтобы реально донести свою мысль, тебе нужно стараться не сформулировать ее в намного большем количестве академического текста, а наоборот перевести его со сложного на простой язык. Я думаю, что все равно есть какой-то баланс. Вот эта вот холократия, она не является всей дозволенностью. Она является еще одним провокатором свободы. Но если вы уйдете от лидерства, ничего не будет работать. Возможно, люди сами должны решить, кто их лидер. Возможно, этот лидер сам должен решать, а готов ли он брать ответственность или нет. Но в чистом виде я ни одного раза не видел такую работающую модель. Говорят, что это менеджмент будущего. Пока я предлагаю посмотреть. Я не готов на сию секунду вот так вот просто поставить подпись. Эй! Все внедряем бирюзовые организации. Я думаю, что об этом нужно думать. Я думаю, что от этого нужно брать какие-то фрагменты. Но просто взять и скопировать, сказать все. Пусть все все сами решают. Пока не верю. Но книжку стоит прочитать. Большую или маленькую решайте сами. Книжный чарф. А что вы думаете про стиль управления? Пробовали ли вы внедрять какую-то бирюзовость в вашем бизнесе? Расскажите, пожалуйста, про это в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Подпишитесь на колокольчик. Поставьте подписку. Смотрите на Федере во влог. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok